Житель Химок Александр Борисов месяц назад обратился к представителям власти на выездной администрации. Его вопрос был связан с установкой пандуса в подъезде. Мужчина-инвалид первой группы самостоятельно ходить не может, передвигается на электроколяске. Мне было очень неудобно здесь спускаться. Коляске у меня постоянно переворачивалось и не обходилось без травм. На коляске меня жена спускала, вот старый бетонный спуск, и подножки упираются в асфальт, и я просто из нее вываливаюсь. Без посторонней помощи я сюда заехать не мог. Вопросы решили в максимально короткие сроки. Возле подъезда оборудовали пандус, сделали и порог рядом с входной дверью. Теперь мужчина без помощи других может выйти на улицу. Я очень доволен, всем большое спасибо за помощь. А это уже улица Молодежная в Химках. Здесь в начале июня приступили к благоустройству дворовой территории 54-го дома. На объекте одновременно трудились несколько бригад и единиц техники. Ход работ в июне проверял и глава Ахимок Дмитрий Волошин. Здесь уложили новые асфальты плитку, заменили бордюр и, главное, расширили проезжую часть. Это было основное обращение жителей. Надо было расширить, для чего? Для того, чтобы проезжала еще третья машина. Когда остановились два ряда машины, то третьей была проблема. Скорые, пожарки, было сложно. Сегодня все работы завершены. Результатом жители этого дома довольны. К тому же, все сделали быстро. Сбылась наша мечта. Сделали нам за домом, внутри дома, дорогу, тротуар, бордюры. Встреча в формате выездных администраций нашли положительный отклик среди жителей Химок. В этот раз со своими вопросами к представителям администрации, сотрудникам профильных ведомств и коммунальных служб, обратились жители Лунева. В числе те, кто пришел на прием главе Химок, Владимир Агапов, его вопрос связан с обустройством новой контейнерной площадки. Работы по ее установке проведут до 15 августа. В начале июля выйдем, и у нас формируется сейчас контракт. Протокол занесите, обязательно сроки. Итогом встречи Владимир Агапов доволен. Делится, что формат встреч выездных администраций очень удобен. Во-первых, и добираться ближе, и народа гораздо меньше. Все-таки Химкинский округ, он очень большой. И как бы пробиться это надо, заранее записываться. В выездной администрации это актуально. Обратился к Дмитрию Волошину и житель деревни Веровской Иван Шаргородский. Мужчина задал сразу два вопроса. Неподалеку от его дома есть противопожарный пруд, к которому не может подъехать автомобиль МЧС. Уже в ближайшее время эту ситуацию исправят. Также химчанин обратился с просьбой газифицировать поселение. Работы проведут по президентской программе. Вопрос газификации на мой контроль. Написано около 100 человек. То есть если есть 100 домов, то должна быть газификация. Надо решать быстро этот вопрос. Такой формат встреч пользуется популярностью среди жителей химок. Чаще всего поступают обращения, которые касаются благоустройства и сферы ЖКХ. Мы проводим 25-ю выездную администрацию этого года. Поступило к нам более полутора тысяч вопросов от наших жителей. Мы успешно решили тысячу. Пятьсот находятся в процессе решения. Вопросы могут быть решены полностью, могут быть частично. Наша задача решать их на 100%. Это архиважная тематика. Выездные администрации проводят еженедельно. Все обращения обязательно берут на контроль. Следующая встреча состоится 4 июля в Новых Химках. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки-ТВ.